привет милые п полоталики из нинтендо live здесь и джон из нинтон live здесь да сегодня мы рассмотрим лучшие которые по нашему мнению являются лучшими для игр поступающих на нинтендо switch в январе месяца и да это немного другой формат потому что уже январь мы хотим вытащить это наружу и мы подумали что с таким же успехом могли бы сделать это вместе почему бы немного не изменить это так что да это то что мы делаем не так ли джон да мы прямо как герои соника мы команда мы доведем это до конца если бы только сион был здесь сион это костяшки пальцев да он определенно на вкус он определенно на вкус это из-за волос все равно это из-за волос так что да у нас здесь будет несколько захватывающих игр это явно не исчерпывающий список этого никогда не бывает это как раз то что мы считаем самыми захватывающими играми которые появятся в январе и без сомнения еще несколько будут анонсированы после того как это видео выйдет в эфир так оно и есть но я думаю что этого более чем достаточно давай сразу погрузимся в суть дела начнем с того что у нас есть крамбл который до вышел 3 января что уже в прошлом но сейчас все еще январь и мы все равно хотели его включить как ты наверное можешь судить по отснятому материалу это трехмерный платформер основанный на физике и боже мой это выглядит так забавно одна из самых приятных вещей в игре для меня это приятное движение и это не значит что игра с мусорным движением как например resident evil 8 тоже не может быть веселый но я сделаю это я буду участвовать в любой игре в которой есть действительно действительно забавное движение и которое дает вам реальное ощущение скорости плавности и всего такого это это вроде как знаешь как дыхание дикой природы и ты знаешь так много других игр тоже движение это просто развлечение для меня и со всей этой динамикой и механикой качания и скольжением и качением это действительно выглядит так как будто будет текать ужасно много этих ящиков и это просто бесконечно меня возбуждает я люблю такие игры как это и похоже это будет еще одна из них как я мог не радоваться переходим к 13 января у нас есть астрон теперь это снова игра это так это было какое-то время в других системах но это делает скачок к переключению и я не могу отрицать что я немного обеспокоен производительностью основываясь на том факте что это это что-то вроде игры в стиле песочницы и ты можешь изменить окружающую среду чтобы она была такой какой ты хочешь и это здорово не пойми меня неправильно мне нравится такой игровой процесс но я просто немного обеспокоен производительностью на switch но если все пройдет хорошо это фантастическая игра и блестящее дополнение к библиотеке switch опять же это большая свобода совсем как крамбл но совсем совсем по-другому это гораздо более креативно ты будешь строить вещи строить машины а также структурировать ландшафт так чтобы он был таким каким ты хочешь его видеть и я полагаю что может быть чем больше ты строишь тем хуже это будет работать но опять же нам придется подождать и посмотреть не так ли я также верю что в этой игре есть целая куча секретов которые нужно раскрыть если ты так склонен как я так что да этот парень меня на радаре 17 января у нас будет ремастеринг shadow man это была классическая игра для playstation nintendo 64 pk и dreamcast и хотя не каждая версия была великолепной а именно версия для playstation 9 64 и dreamcast это одна из лучших игр на этих платформах человек тень похож на готический взгляд на расхитителя гробниц с элементами зельды микста ты будешь пробираться через эти прекрасные темные области и получать бонусы по ходу дела и ты сможешь делать такие вещи как взбираться на водопады или погружаться в лаву и все будет в полном порядке в игре определенно есть некоторые старые элементы и прогрессия не держит тебя за руку так что если ты не привык дизайну 93 уровневых уровней ты можешь иногда немного заблудиться но это часть того что приятель открывает путь для себя этот ремастер вышел в прошлом году на пк и он был сделан студии nightdive studios если тебе знакомы это имя у тебя вероятно хорошее предчувствие в сердце потому что эти ребята делают так много замечательных проектов турок 1 и 2 ремастера doom 64 они не меняют первоначальное видение они просто улучшают его до современных стандартов текстуры новые острова и меню они все совершенно новые но выглядит в основном так как ты помнишь как выглядела игра то есть если ты вернешься к оригиналу он вероятно будет намного более размытым чем ты помнишь это сохраняет эту фальшивую память живой ты также можешь воспроизводить контент вырезанные из оригинальной игры в ремастере и это действительно действительно круто твой пробег может варьироваться в зависимости от того насколько тебе нравятся игры этой эпохи но shadow man remastered не должен быть пропущен теми кто любит такой игровой дизайн а 20 января у нас черный ветер это взлом сверху вниз где подростки попадают в мехи потому что конечно они делают это сейчас черный ветер возможно раньше не был на твоем радаре но это похоже на действительно качественный взлом и слэш повсюду взрывы довольно высокая графическая точность и куча роботов которых ты можешь заставить взорваться он также нацелен на playstation 5 и xbox series x а также на playstation ford и xbox one так как же будет работать коммутатор мы еще не совсем знаем это действительно выглядит очень амбициозно но если это действительно выдержит на маленьком экране это может быть что-то особенное особенно потому что это также кооперативная игра один из вас может быть боевым кадром а другой может быть дрона так что это не похоже на то что есть два меха и экран одновременно но это все равно может быть действительно интересным способом игры ты также можешь настраивать своих мехов с помощью различных навыков и скинов это просто похоже на то что может быть немного глубже чем кажется на первый взгляд то же самое 20 января у нас тоже есть глушители ветра и если вы видели оригинал который на данный момент устарел вы увидите очень много той же днк что и следовало ожидать от прямого продолжения для тех кто еще не работал сейчас это в основном похоже на игру фризби я имею в виду в каком-то более реальном смысле с игровой точки зрения это похоже на экстремальный аэрохоккей по крайней мере с точки зрения того как ты играешь но это гораздо больше чем это это быстро неистово с высоким октановым числом это классическая игра в аркадном стиле и она разрабатывается уже довольно давно я совершенно уверен что об этом было объявлено еще в 2018 году и это просто долгое время молчало это должно было выйти в прошлом году а потом этого не произошло и теперь это наконец выходит графика великолепно игровой процесс в аркадном стиле мне действительно нравится я просто думаю что этот хорош во всем а следующем 27 января будет хроники ганвила светящийся мститель x2 сделайте вдох я очень очень редко когда-либо спотыкаюсь они сделали мега мэна девятым мега мэна десятым проклятием кровавого пятна на мастере лунного бластера зерва была даже могучая игра с девятью выстрелами и это было хорошо если кто-то может сделать могущественный номер 9 хорошим тогда ты знаешь что можешь доверять ему мы дали оригинальным гал chronicles luminous avenger x и 8 из 10 на nintendo life и этот похоже еще больше повысит ставки это не просто еще одна простая игра вдохновленная мега человеком действие настолько запредельное и возмутительное что ты можешь просто прорваться прямо сквозь врагов и это еще более верно в режиме овердрайва который помещает вас в это подавленное состояние когда вы можете просто стрелять рубите просто полностью уничтожать все на своем пути искусство дизайн и анимация также выглядят потрясающе и история также удивительно глубоко в этих играх если ты сможешь перестать произносить название вслух то за этим стоит приглядывать и наконец 28 января у нас есть легенды покемонов арсюз мы пытались сделать это одновременно но это никогда не срабатывает но да 28 января вышла новейшая игра про покемонов джон что ты об этом думаешь это выглядит так амбициозно я имею в виду у нас была еще одна игра в покемонов всего два месяца назад и мы внезапно погружаемся в то что похоже на эволюцию серии это первый раз когда покемон действительно отклонился от своей структуры со времен красного и синего да я имею в виду у нас были спин-оффы и тому подобное и я полагаю вы могли бы утверждать что это спин-офф но они никогда не отклонялись так далеко как у покемон колосеум например механика загвоздки и теневой покемон но это не совсем то что мы здесь видим это действительно своего рода другая игра да и мы еще так многого не знаем потому что хотя они показали эту игру год назад на самом деле мы ее не так часто видели но есть много элементов которые мне действительно нравится недавно они показали как ловят покемона а меню нет ты просто бросаешь покебол и вдруг в углу появляется маленькая надпись говорящая о том что ты вызвал покемона это просто не прерывает поток и это просто такие вещи как когда ты когда у тебя происходит случайное столкновение с внешним миром или когда у тебя происходит столкновение с внешним миром оно не выводится на экран битвы. Ты просто сражаешься с ними в этом мире. Похоже, это просто плавный шаг вперед, которого не делают основные игры. Я действительно взволнован этим. Я тоже нервничаю, потому что это возможно так, такой большой отход и такой амбициозный, цитирую без кавычек. Я знаю, что есть, знаете ли, игры, которые были намного более амбициозными, чем это, но в контексте покемон это чрезвычайно амбициозно. И это заставляет меня немного беспокоиться, может быть вы знаете, как блестящий бриллиант и сияющая жемчужина, которые продаются фантастически, конечно, в Японии. И я немного беспокоюсь, что это не будет продаваться так же хорошо, и компания покемон скажет, ну что же, может быть нам стоит делать только старые игры. Нет, нам нужна разница. Нам нужна новая кровь, новые идеи. И надеюсь, это произойдет. Это сработает. Это сработает. И я не могу поверить, что это выходит так скоро. Я знаю, что не думаю, что это будет продаваться так же хорошо, но я действительно думаю, что это будет воспринято намного лучше. И вот, здесь тоже есть что-то новенькое. Как будто боевая система какая-то новая. У тебя что-то вроде системы десяти ходов в Final Fantasy. И у тебя есть сильные атаки и слабые атаки, между которыми ты можешь переключаться. И это определенно не попытка стать основной игрой в традиционном смысле. Например, здесь нет мультиплеера. Это просто приключение, ориентированное на одного игрока. И в этом есть. Есть что-то довольно привлекательное. Просто новый вкус покемонов после того, что прошло от двух с половиной до двух с половиной десятилетий. Это. Это официальная терминология. Я думаю, два с половиной десятилетия. Вот так. Настала очередь. Но да, это я, я. Я одновременно очень взволнован и встревожен. Но нам не придется ждать слишком долго. 28 января. Это только в этом месяце. Вот почему в этом видео есть смысл. И вот оно у тебя есть. Это игры, которые мы считаем самыми захватывающими, которые появятся на Nintendo Switch в январе 2022 года. Первый год. Но разве мы пропустили какие-то игры, от которых ты действительно в восторге? Дай нам знать, что это такое, в комментариях ниже. Большое тебе спасибо за то, что посмотрел это, по общему признанию, на месяц меньше, чем обычно. Но январь всегда немного тихий. Я все еще думаю, что было несколько хороших игр, не так ли, Джон? Да, тоже выигрывай глушилки. Это все, что тебе нужно, черт возьми. Да, и большое тебе спасибо за просмотр. Если тебе нравится это видео, то почему бы тебе не нажать кнопку подписаться на беговой дорожке, чтобы сбросить часть этого рождественского веса. И обязательно проверь Nintendo Leaf. Приходи за всевозможным прекрасным контентом, связанным с Nintendo. Еще раз спасибо тебе за просмотр. Пока-пока. Ты думаешь, что Директ придет примерно через два дня и сделает весь этот список недействительным? Я надеюсь на это. Когда ты будешь готов. Привет всем. Это Фредди из Nintendo Live. И черт возьми, я готов рассказать тебе о некоторых играх.